24-ю по счету международную регату Кубок Балтики выпало принимать городу над Бугом. И пусть Грибному каналу видеть столько стран не впервой, география команд все равно впечатляет. Дания, Латвия, Литва, Польша, Германия, Эстония. Эти соревнования несли свои цели небольшой репетиции, чтобы напомнить нам, службам города Бреста, заинтересованным спортивному сообществу, что нужно сделать, чтобы в следующем году у нас все было проведено так, чтобы это был праздником спорта. Мы уже имели опыт проведения таких мероприятий. Мы показали, что мы можем на таком уровне проводить соревнования. И сегодня, скажем так, вот это еще раз возможность доказать, что таинственная структура, которая сегодня есть в городе Бресте, может и позволяет проводить соревнования на высоком организационном уровне. Кубок Балтики по академической гребле завершает спортивный сезон 2017 года, подводит итоги тренировочного и соревновательного периода. Заезды проводятся в самых престижных дисциплинах на дистанции 500 и 2000 метров. Регата проводится ежегодно для выявления кандидатов на участие в юниорском чемпионате мира следующего года. Именно это регата, балтийские игры, и есть наше будущее. Это юниоры следующего года, которые волнуются, которые хотят первый раз соревноваться. Это будет первое их большое международное соревнование. Им очень рано, что это соревнование проводится у вас, рядом с Литвой, что они не так далеко от Литвы, в хорошей форме могут состязаться со всеми странами. В соревнованиях принимают участие достаточно юные спортсмены. Для гребли 15-17 лет – это только начало спортивного пути. Поэтому напутствие для молодых важны не только от организационного комитета, но и от более опытных спортсменов. Тем более, что для большинства гребцов это первые международные старты в карьере. Они в первый раз попробуют гонки на международном уровне, что они поймут, что это такое, они поймут, что такое соперники, что такое проиграть, потому что в Литве они самые хорошие. А здесь, увы, да, но это будет хороший стимул на будущее. Терпение, наверное, и, наверное, огромная-огромная вера в себя, чтобы, несмотря ни на что, ни на все поражения, это такой возраст, когда люди еще болезненно воспринимают свои поражения. И, наверное, самое главное в эти моменты продолжать верить в себя, работать дальше и понимать, что это не конец, что у вас еще все впереди, и что надо к уважениям относиться, все работают, и все хотят победить. С уважением относиться друг к другу, верить в себя и работать, и терпеть. По итогам регаты белорусские экипажи несколько раз становились победителями и призерами, в очередной раз подтверждая не только свое высокое мастерство, но и статус Беларуси как страны-лидера в грибных дисциплинах. Ирина Альшова, Григорий Пекарский, Антон Луговкин, телекомпания БОК-ТВ.